Сегодня у нас состоится презентация двух замечательных изданий. Первая – это «Русская школа игры на фортепьяно», написанная Татьяна Двердовна. И второе – это продолжение школы, рождественский альбом – это ансамбль для фортепьянов «Четыре руки». Вопросы к нам? Да, школа есть, а это на заказ. Я тогда сразу разрешение подниму прямо к краю. Если есть такая возможность раздать наряд по школе, может вам так будет интересно. Дорогие друзья, я очень рада этой встрече с вами, с моими коллегами. Попрошу, если что-то будет не слышно, мне трудно. Я хочу вам показать сегодня две работы, с которыми в течение долгого времени шла творческая работа. Так школа была создавалась в течение двадцати пяти лет, потому что это достаточно такой долгий, экспортированное было дело. А вот альбом в последний год, в развитии альбом. Мне так повезло, что с юности я занималась очень значительных, прекраснейших музыкантов. И, действительно, это и моя школа, и это их школа, и в последние продолжения я смогла и как-то хотела отрелить в моих работах. Ну, прежде всего, это вся система очень хорошего образования, которое давала Московская консерватория, а именно школа при Московской консерватории, училища при Московской консерватории, и, наконец, Московская консерватория, которую я закончила как у училища по двух пунктетах, по педагогам и композиции. И педагогами мои были, ну, все, всем вам очень известные люди, это Аврян Григорьевич Дубах, училище, уникальное, где Московская консерватория, это Юрий Александрович Шапорин и, как я знаю, ждать, вот эта школа не зала. Такая, как говорится, традиция, слава богу, и продолжающаяся, и множающаяся. И так мне повезло, что, действительно, обучение шло как бы неразрывно в единстве пианизма и композиции. Это были такие светлые годы, когда в Московской консерватории преподавали, Кену Куставовичу, Якова Владимировичу, я не называю, потому что все знают, наверное, фамилии. Вот, Сокраницкий, Мейгабус, Аборин, вот это вот те самые светлые личности, которые создавали действительно и продолжали то самое понятие русской школы пианизма, которым мы так всех гордимся, и которые, я надеюсь, и в Московской консерватории будут иметь продолжение, и ученики учеников уже, и будут уже поколения выросли на, как говорится, методе, замечательном методе, бегучей школы. Генри Куставович говорил, что самое-самое трудное, что есть в пианизме, это пение на рояле. Вот искусство пения на рояле, может быть, это самая-самая трудная проблема и самая в нынешнее время, на мой взгляд, наиболее сложная, ибо вот она-то как раз, вот я уже смотрю, много лет преподаю, я смотрю, что это, к сожалению, большому уходит, вот звук, его качество, через звук выражения больших эмоций, а самая главная содержательность исполнения, то, чем так славна была русская школа, то, чем славна, как говорится, вся, начиная от зелоти, рак, майнер, скрязи и так далее, и губного, это вот то, что сейчас, к сожалению, ну, наверное, вот эта глобализация условия обучения, как говорится, время, которое сейчас вводит бесконечно молодых музыкантов на конкурсы, вот это конкурса мания, она не дает заниматься настоящим творчеством, на мой взгляд, это так, потому что я вижу, что все меньше и меньше внимания уделяется вот этому искусству, искусству пения на рояле, тантагия, искусству пейханга, если переводить на... именно интонирование, основа композиции, интонация, интонация, которая... из чего складывается и музыкальное произведение, интонирование, как говорится, интонирование основы пианизма, вот это, пожалуй, сейчас наиболее сложная и пока что не всегда решаемая проблема. И, конечно, очень в том, что они укрупнились, как говорится, задачи, потому что, скажем, он... сейчас, не надо сказать, сейчас все хорошо играют на рояле, потому что беглость, четкость, невероятные темпы, это все стало вот то, что как раз ведет свою профессию от конкурсомании. Вот это не дает спокойно вниматься, не дает спокойно слушаться произведения, потому что изучение произведения, нового текста, это самое главное, а потом начинается творчество, подготовка аппарата, свободного аппарата, который даст возможность выразить лучшим образом и динамику, и содержательный момент произведения, его эстетические возможности, которые строятся в каждом произведении, невероятная амплитизма звукового разнообразия. Вот эти проблемы, они стали и главными для меня, потому что, когда я создавала школу свою, а я посмотрела более 500, и я, естественно, многие студенты консерватории в то время, мы ездили в альтерные экспедиции, мы записывали тот новый материал, который возникал, и вот я отбирала эти 500, может быть, более на первых, может легендарные. Но это в курсе, здесь в школе, наверное, довольно довольно структурно, это в детстве, и вот я считаю, что эти 2-е копии таких, которые в футболе, которые сказали, я очень люблю, собираю и я эрин, они, они они ят, но в доме, они, они, которые, они, я думаю, они довольно часто прорабатывают более, чем и энергичные и в ближайшее время, и это неправильное в школе, И она, знакомых интонаций здесь очень мало, потому что русское народное творчество, оно настолько многогранно, настолько многообразно, что, как говорится, зачем уже весьма известные напевы, но только здесь два-три, так сказать, момента только сделаны пьесы на известные темы, а такое многообразие действительно настоящего в народной стонации, богатейшего. И вот мне хотелось соединить в этой школе их многогранность, многослойность вот этого народного искусства и жанровое подготовку, потому что вы увидите и услышите, что это разные жанры народной музыки, здесь и протяжные, и весовые, и свадебные, и все почти жанры здесь есть, и указ на эти жанры тоже есть. И мне хотелось соединить и то, чтобы пианистическое искусство, тягучий пианизм стал основой. Здесь очень много полифонической музыки, и полифония как раз именно той же характерной для полифонии русского искусства, это разголосочная полифония. Школа делится на такие разделы, и я начала сказать, что есть основа, а основа, это прежде всего, как я сказала, интонация. Основные элементы музыкальной речи, сконцентрированные интонации, сконцентрированные в мелодическом рисунке. Особое внимание я уделяю и такому культуре штриха, потому что, скажем, в разных стилистических, в этих пословных направлениях, именно штрихом у вас создается образ. Красива, как я сказала, что вообще больше возможностей, чем у рояля, нет ни в одном инструменте, действительно. И здесь я штрихом уделяю особое внимание, потому что это портрет, с помощью штриха создается портрет музыки, музыкального образа. И это очень важно. Поэтому есть, скажем, первый раздел, у меня основные элементы музыкальной речи, а именно интонация, мелодические рисунки и приемы, основные приемы звукоизвлечения. И вот как раз именно с самого начала и начинается работа над образом, на том, что я не разделяю просто чисто технологию и художественное выражение. И художественное выражение имени, поэтому это многообразие таких возможностей, многообразие приемов и фразировки. Вот фразировка, без фразировки нет музыкальных разведений, нет формы в целом. И поэтому очень большое внимание, вот если вы посмотрите, если прямо начиная с первой пьесы, я ставлю пунктирные гибки. Это значит, что не просто произнести, не просто собирать, а услышать вот это звуковидение от точки к точке и завершение этой линии. А ведь мы знаем, что русская школа, это школа самых таких широких музыкальных линий, широких, добиваться этого достаточно трудно, даже, скажем, у Рахмайнова, грандиозные кульминации, которые начинаются и продолжаются огромными вот этими волнами. Это поразительно, но именно вот эта вот широта линий, широта велоса очень характерны и также четыре школы. И естественно, что я брала из каких-то народных интонаций только самое зерно, то же самое зерно, из которого потом развивалась уже пьеса или группа ансамбля. И вот здесь, мне кажется, что есть из первых шагов, ну, таких вот, скажем, когда только мы начинаем обучение, мы, естественно, добиваемся свободы аппарата, вот этот прием переноса, мягкого, разрушения клавиши. И вот такой прием переноса я употребила в первой пьесе, которая называется «Ай на той горе, свадебная пьеса». И вот здесь вот эти книги указывают на произнесение фраз. Попутно идет и учеником усвоения не только текста, но и уже буквально слышно длинных нюх, длинных фраз. Вот это я начала первыми расти. Вот это самая первая пьеса. Я еще хочу сказать, что русская школа, безусловно, это одна из попыток, моя создать школу, это не сборник, это школа, но, безусловно, наряду с мужественностью произведений классической литературы музыкальной, которая существует и к которому будет обращаться, я сама считаю, что это, как говорится, основа и Бах, и Моцарт, и Гагин, и произведения романтика. Но это в соседстве существует с русской школой с направлением, чтобы все не знали, слышали народные напевы, чтобы все семьи продолжали традицию русского музицирования, русского многоголосия. И вот таким образом они будут приближаться к тому, что создано и импенсионно, созданный богатейший наследство нашего народа. Вот, если говорить о приемах, значит, здесь есть отдельные пьесы, тут первая отдела, 12 пьесы состоит, значит, самые первые шаги литературы музыканта. И здесь и легаты, и нон-легаты, и стаккад. И вот один из приемов, который мы все знаем, достаточно труден, это так называемый парасвязный. То есть вот услышать вот этот прием. Мягкая кисть, вот создание пластичной кисти, кисти, которая даст возможность углубить кончики пальцев, мягкая, чтобы весь аппарат запел. Вот один из этих приемов, он же, как говорится, мы все потом обращаемся к классике, к детской классике. Моцарта невозможно себе представить без вот этих окончаний, тадансов, без того, что, как говорится, вы играете. без вот этого мягкого прикосновения и вместе с тем Лига у Ду Моцарта, например, в редакции, ну, в той же редакции, где Дмитриевна играет, у него записано так. То есть в Лиге вот эти пары связаны исток, но, естественно, что хочется сыграть большую Лигу. Чтобы услышать все вот это уже в большой фразе. Даже как вот и здесь, у вас вот трава растет, она специально вот на отработку это шлика, пара связанных. То есть вот мягкое прикосновение и вот погружение. И обычно всегда высказываем хору, а если подним кистью, и можно поднять кисть, вот это все естественно, совершенно спокойно этот шлифт будет услышан и сделан. Или вот когда-то, когда-то такая интересная интонация, конечно, а мы много не собередаем, но она, в связи, уже предполагает и гравитализацию, и разные шлифи. и другие шлифы. И самый трудный штырьков, это элегантный штырь, конечно. Стояло тут дерево, вот один из таких пьес, одна из таких пьес, которая именно сочетает уже и мягкое, но и легато, и легато. Мы всегда обращаемся с элегантным шлифониям и произведением ядана Себастьяна Баха, и трудно себе представить вот эта вот так ступенька может быть тому, чтобы легато баховский потом задвучало. Субтитры создавал DimaTorzok Вы обратили внимание, что я играю без педалей. Я ДТК вообще предпочитаю без педалей играть всего, потому что это очень сложно, но это дает возможность пластики, добиться пластики звуковой, добиться там с помощью и подмежки. Это вот отдельная тема разговора, но во всяком случае для меня это принципиально, потому что мне кажется, что, во-первых, в баге всегда очень, так сказать, и везде мы посмотрим много штриха, ДТАШЕ. Это вот глубокий, мягкий штрих, и не приводить на шторто-пианное искусство, вот это мягкие басы, которые бахи всегда звучат, являются основой, фундаментом композиции. И вот добиться вот этого штриха, ДТАШЕ, это вот можно только, так сказать, услышав все линии баховской палефонии, и вот по этому палефоническому отделу у меня очень много будет предпослано произведений, вот я сейчас, может быть, открылась сразу палефонический отдел, это третий, у нас, как говорится, отдел, фортепианная фактура пьесы с элементами палефона, пилат, любой или нет. Может быть, что-нибудь я говорю... Это из них все проходит. Нет, а все слышно? Да, все слышно. Вот, например, такая песня с палефонического отдела, ну вот когда уже начинается самый первый шарфок слышанной палефонической музыки, вот тогда вся прозрачность всей палефонической фактуны услышана учеником, вот это самое большое достижение и педагоги, и учеников, это же самое трудное услышать два голоса, три голоса, так, чтобы это было ясно, полное, вместе с тем, что, конечно, никакой педализации, никакого этого все-то основного. И мне кажется, что вот этот палефонический отдел как раз донует к тому, чтобы дойти к баху сфере, высшей педагоги. А где это, соответственно? А? Какая троечка? А, все вверху. Это... Тридцать-два. 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 Там были вот этот самый легкий песок, который сразу начинается с доночка. А вот предыдущая песня, Двадцать девятая эта кора фила, она подраз на том, чтобы мы услышали подголосочные колеходы, ибо для русской музыки это очень характерно, подголосочные колеходы. и я в школе когда я преподавала специально три или четыре года проверить эту школу не дайте ее и посмотреть как она будет пробовала сделать такую вещь например написано большая пьеса, а я просила сыграть ученика одну руку это очень крупная, но это дает творческий результат ну вот, например, та же «Ты крапива» это развивает большую пластику и возможность без педалей соединить то, что потом пригодается невероятно в авторской полифонии, когда ты играешь в фонге детской даре и вот тогда это все классика, которая дает возможность преодолеть большие трудности и полифоническая пьеса номер 31 вот здесь неподвижная вертикальная температура, которая вот удовольна усынившись в лучшую музыку и еще одна пьеса номер 13 Здесь тоже самое, очень внимательно слышим все вот эти калифонюшеские моменты. А вот сочетание уже сложности калифонического плана и то, что потом я вернусь к разделам ритм, и вот там сложные метрика, сложные размеры, 5, 8, 3, 4, да, ощущение пульсации, которое должно быть выражено обязательно у ученика. Тихая беседа. Тихая беседа. Тихая беседа. Размер 5,8, ощущение, метрика такое, метро очень нелегко вместе с тем с позадачей и калифонической. А вот уже довольно сложная, очень веселая беседушка, такое четырехдоносие. Четырехдоносие возможно услышит каждый год в произведении, каждый год в развитии. Тихая беседа. 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 И на сложные размеры, на смешанные метры и размеры ощущение пульсации, оно действительно достаточно сложно дает ученику. И вот, например, симпополь, симпополь, 12-й номер, это страница 16-я, предполагает ощущение аут-такта. Если оно не воспитано, это очень трудно. Вот внутри дивизионский жест, который должен быть у каждого музыканта, вот это пульсация, ощущение пульсации неперередной, этнической. Вот это действительно большая задача воспитания вот такого этнического чувства. Потому что мы знаем, что вот если, допустим, играется, ну, любое произведение даже венской классики, начинается в одном темпе, потом заканчивается в совершенно другом, и вот этого ощущения пульсации не происходит. А, соответственно, разрушается форма и, конечно же, содержание произведения. И это очень сложное, очень сложное искусство. Вот, например, игра. Вот это ощущение пульсации и симпополь. Вот это ощущение аут-такта. То же самое, скажем, уж как звали молодцы в следующих пульсах. А вот веселая прогулка. Здесь сочетание уже разных шериховых моментов и палифонических, и все очень прозрачно. Вот впервые здесь маленький педаль имеется. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Сочетание 6 восьмых, 5 восьмых и 3 восьмых. Это достаточно трудно. А вы все на полу слышите. Сочетание 6 восьмых и 3 восьмых. Сочетание 6 восьмых и 3 восьмых и 3 восьмых и 4 восьмых и 4 восьмых. Счетание 6 восьмых и 4 восьмых. И вот все это способствует тому, чтобы наряду выводили определенный прием, который можно потом образ нарисовать, вот так художник рисует именно разнообразные полиции, вот он или плащик, или карандашом, или живопись масляная, или акварель. И вот здесь есть маленькие такие плески, это все, я хочу сказать, что это все в пределах 4 классов, 1, 4, 5 классов по трудности своей. Мы сейчас играют, мы знаем, в 4 классе иногда играют даже этюды Картины Рахманинова. Ну, как играют? Зажатые корпусы, как говорите, я вот наблюдала, я была в Московской консерватуре, была конференция, посвященная проблемам, проблемам спины, рук, приезжали два профессора, один из Америки, другой из Израиля. И вот, вы знаете, вот этот материал уникальный, потому что на конференции были приглашены педагоги с учебками, вот эти ужасные спины, зажатые руки, отсюда, конечно, нет звука свободного, нет ощущения, нет вот этой динамики, звуки от перенесима до партисима. Мы вспомним, какая грандиозная была вот эта амплитуда у Сергея Васильевича Рахманинова. Это же потрясающе, если три-четыре форта, вот как, зазвучало как огромный, как говорится, оркестр, но никогда не было стука, никогда не было, вот мы даже сейчас слушаем записи его, это все наполненное звучание, это полный, прекрасный звук фортиссима или пениссима, говорящий звук. Потому что он говорит и рассказывает о том, что должны слушатели услышать, что композитор хотел передать. И вот этот говорящий звук это только при очень свободном аппарате. И вот свободный аппарат это большая-большая проблема. И когда выступали ученики потом из ЦМШ, из разных школ, вот было видно, до чего же все-таки, к сожалению, большому не обращается внимание на то управление, которое самое необходимое для музыканта, исполнителя. Свобода аппарата, свобода, как говорится, погружения в клавиши. Слава Богу, вот, у меня повезло, что у меня действительно были замечательные педагоги, которые дали мне это ощущение, понимаете. И я могу, вот, я тоже долгое время работала над вот этим ощущением, без педалей играть выразительно баха. Это очень сложно, поверьте. Действительно, я лет десять, наверное, работала. Нет, просто это один мой коллега-профессор сказал, а зачем тебе это нужно вообще? Зачем? Есть педаль какую-то, где надо связать педаль, и все. И все звучит. Но это совершенно другое ощущение. Когда ты играешь вообще все. 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 Вот это погружение, вот эта мягкость, ты слышишь все, как говорится, линии голоса. Тебе ничто не мешает. Ничего. Вместе с тем создается ощущение вот беспрерывности звучания. Вот это очень сложная проблема. И я не жалею, что я этим достаточно долгое время занималась. Потому что я вот сегодня ученикам пытаюсь это дать. И это действительно очень благодарная отлично. потому что в любом потом произведении, будь то романтической или полифонической, или современной, называется, школа пианизма с свободой аппарата, с погружением мягким, с свободой владения всеми штрихами, вот она дает результат. Она дает результат проникновения в текст и передачи содержания музыки. Действительно. И вот маленький пиес я хотела две-три показать. Это портреты, из серии портретов в школе. Значит, первый пиес называется «Призумие». Значит, штрихами вот характер. Это достаточно удобно. «Романтическая операция» И песка называется «Одни деления». Вот это она на 42-й странице. И песка называется «Одни деления». И еще одна въездка – шагу. Здесь достаточно уже трудные задачи и четкость, и точность в этом виде с тем созданием всеми штрихами вот этого образца, что у нас. Ну тут восемь портретов. И мечтатель, и плац, и заберяк, и грустной, и шутник. То есть целая серия вот таких восемь пьес-покрик. Ну сейчас он еще одна въездка, и заберяк. Маленькая пьеса, но она достаточно сложная. Цель требует рецептищик, и вот эта техника крючковая. Здесь есть над чем поработать. Но вместе с тем здесь есть образ во имя чего. Я бы хотела пригласить сейчас, там вот маленькая у нас сидит, вам показать еще один раздел «Ансамбли» в школе. Для того, что здесь 15 ступени ансамблей, и несколько ансамблей я вообще считаю, что чем раньше начинают ребята играть ансамбли, тем прекраснее. Потому что они слышат друг друга, они слышат педагога и себя. Они вместе музицируют. И вот эта, как говорится, традиция была у нас издавна в России. Всегда музицирование дома, в семье, как говорится, в концерты. Это очень важный элемент воспитания слуха, прежде всего, слухового контроля. И вот здесь есть 15 ансамблей. Но мы покажем, конечно, не все 15, а 4 ансамбля. Вот в таком виде, а потом еще другие ансамбли. Здесь есть самый-самый первый ансамбль. Прямо от двух-трех ноток. С педагогом это удовольствие огромное музицировать. Маленькую музыку. Но более того, здесь есть сложность. Переменный метр. Значит, нужно вовремя взять вот эти несколько ноток и услышать всю композицию целиком. Вот первая песня называется «Грустный напит». Ну, Катя, пьете первого класса. Да, первый класс. Это первый класс. Катя, пьете первого класса. Катя, пьете первого класса. А вот еще пьеска со всем. Всего две нотки. Р и ля. Правильно, они запоминаются замечательно. Но самое главное, где взять и как взять. И то левой, и то правой рукой. И это достаточно, как будто-то, как считалка называется. И то, как будто-то, как будто-то. И то, как будто-то, как будто-то. вот такая пьеса. Ещё одна пьеса колыбельная. И вот здесь, кстати, в ансамбле Катя слушает всю и припаническую фасуру. И лад, который нас слышит уже именно до диетовка, всё это более ладовость. Вот это всё на этих буквах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Спасибо, Катя. Дима Торзок 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 еще один называется литавр слышен очень хорошая возможность рассказать об инструментах услышать литавры и с одной стороны и с другой стороны очень недружная партия потому что фактически только две но они должны в определенном ритме вот эту ритмику это ощущение полнозвучия это должно все зазвучать это в основном ключе ученик должен быть а и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Первая пьеса называется «Славен Рождество» 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 Вторая пьеса – «В горах Баварии», но вот здесь сложность в том, что все идет в каноне все время, и достаточно эта фактура простая, но надо быть очень внимательна. Или «Кукушкины раздоры» еще называется. Вот, заканусь «Кукушкины раздоры». «Кукушкины раздоров» И снились волшебные сны. Здесь тоже достаточно сложная метрика, потому что здесь и пять четвертей, и шесть четвертей, и слушать баланс звучания. И достаточно сложная уже педаль, здесь и полупедаль, и педаль, и запаздывающие разные виды педали. «Кукушкины раздоров» Семя – «Кукушкины раздоров» Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.